Да, точно, перевернутый тузик. На втором, даже на третьем рейсе. Решила подъезать. Какие-то военные учения. Фильм не меняется, наверное. Самые хуже событий. Смотрите, черепаха. Гуляющие и дюки. Зачем я тебе сказала, что эти полчасика? Мне кажется, здесь идти все два часика. Утро. Ведь это доброе утро. Всю ночь дол ветрища. Сейчас потише. Порывы откуда-то вот оттуда все время спускались. Потом под утро вот здесь вот некоторые лодки походили рыбацкие. А вон там верхушки деревьев. Ох, деревьев гор освещает солнышко. Ночью вообще, видимо, раздувало. И чей-то тузик ушел. Вот так вот бывает. Берегите свои тузики. Да, берегите свои тузики. Не доверяйте красотам природы, потому что ночью с этих гор жуткие порывы ветра всю ночь. Они прямо порывы короткие проходят. Вот один за другим, за другим всю ночь. Так, мы просто с Виткой спали на улице. И все это оценили. Покидаем мы все Чилимайя. Красивое место. Но ценообразование в местном ресторанчике вызывает много вопросов. Да, много. Да, ребят, рыбу закупайте заранее, потому что мы брали рыбу в Бузбрум. Да, Бузбрум, кстати, даже если дешево взяли рыбу, отличная рыба. 45 лир за килограмм брали. Да. А здесь нам предложили рыбу 2 килограмма за 600 лир. Внимание, 600 лир. Вы представляете, какая она крупная? А мы сейчас идем... В Мамрис отправляться. А потом? А потом... Я не помню, как называется место, но ресторан Май Марина. А завтра наше путешествие подходит к концу, и мы улетаем обратно в Москву. Сейчас раннее утро. Вчера меня вот сюда вынесло на САПе. Здесь была волна. Не меньше этой. И ветрища. Я против ветра и против волны еле вернулась обратно в бухту. Что-то было жесть. Ветер дует очень хороший. Решили пойти под такселем. Идем сейчас 6,5 лирков. А ветер вроде как 10,8. Хорошо. С ним отличное утро. Пойдем сейчас вот туда, между островом и Макеей. Вот, смотрите, там две яхточки идут. Увидели. Билет у нас решила подрезать. Прямо вот так вот с ног. Ну что, один сдаксель на втором, даже на третьем рифе. Ветер 12. Полетим. Семь узлов. Ветер 12. И это уже много. Спасибо. Здесь вообще в Турции необычайное количество различных красивых яхт. Какие-то просто декоративные паруса имеют. Какие-то настоящие. Ну, здесь, смотрю, два стакселя. Наверное, все-таки, хоть иногда они под парусом ходят, хочется надеяться. И тузик у нее нехиленький, я скажу. Юля ведет нас в Марморес. Говорит, дайте штурбал. Пол царства за штурбал. Прошусь отдать. Итак, мы входим в залив Марморес. Вон там уже город. Одноименный. Всем известный. По крайней мере, всем русским. Надеемся, что на заправке не будет очереди. И мы очень быстро со всем разберемся, чтобы не терять время. А еще мы очень надеемся, что там сможем расслабиться картой. А вот смотрите, корабль, который перевозит сюда. Вот видите, вот это начало корабля. А вот это конец. Он притапливается, наполняет балас. А в это время туда идет погрузка других кораблей. Потом он балас сбрасывает, поднимается над водой и перевозит их. Интересная такая штуковина. Ну да, туда натяжение, это самое школьное. Ну а мы приближаемся к Марине Марморес. До того, чтобы заправиться. Вот это вот заправка. Вот это вот очередь. Вот это все. Потом катамаран. Потом вот эта яхта. Потом вот эта яхта. И за ней мы. Короче, развлечение на пару ближайших часов нам обеспечено. Судя по всему. Вот такая небольшая заправка на такую здоровую марину. А пока делаем циркуляцию. Красивый вид на старый Марморес открывается. Мы сейчас выходим из залива Марморес. И когда мы сюда заходили, я заметила, что вот в этих краях очень много прогулочных судов. Одновременно было штук семь. И вот сейчас мы решили поближе пройти. И вот теперь мы видим, что там просто пещеры. А мы держим свой путь вот туда. Нам еще нужно будет обойти участок, огороженный для военной базы. Кстати, сегодня несколько раз передавали о проведении военных учений. Правда, места мы так и не поняли. Так как передавали сначала на турецком, потом на английском. Все-таки реально какие-то военные учения. Мы правильно поняли информацию по рации. Смотрите, здесь корабль. Смотрите, ходите на военной коробке, посмотрите в кредит. Теперь здесь корабль. Смотрите, мы проходим. Вот этот квадрат, по идее, там должны проводиться военные учения, там военная база. Но есть еще квадрат побольше. Будем надеяться, что нас не заставят отходить этот квадрат побольше. Потому что нам нужно вот отсюда, вот сюда. И вот такой круг делать совсем не хочется. А Витя тем временем делает чай. Вот этот корабль стоит прямо на границе зоны, где мы должны проходить военные учения. И мы идем по краю границы с небольшим запасом. Надеюсь, проблем не будет. Здесь еще один, с другой стороны. Похож военный корабль. Видимо, мы в самой гуще событий. Подумали, что идем по краю. Дальше очень напрягает. Белев не меняется на этот корабль. Он тихонечко идет на перелес. Он уже вышел из той зоны, в которой он находился. Поэтому даже не знаю, как там дальше чуть случится. Разошлись мы с кораблем. Дали ему чуть-чуть в карму, чтобы обойти. Ну и он прибавил хода. Так что все. Ок, странные такие корабли. Кто знает, что это за корабли. По идее, вон там, на острове, у них маяк и военная база. И вокруг него очень, совсем запретная зона. По крайней мере, если не верить той карте, которая у нас закачана. Вот там какие-то сооружения. А нам вот куда-то туда. Примерно. Мы сейчас входим в залив Кой-Ци-Гис-Кой-О. Ну или как-то так. Здесь на входе вот такие есть толпы. Поднимаются из воды. Живописное такое местечко. Надеюсь, нам осталось не так долго идти, потому что уже под устали. Смотрите, черепаха. Вот она прямо рядышком. Греется, смотри. Вот она. thorough 실ать под окhuman 이번에. Вот появ張 deals. Романы. Смотрите, удачи. Смотрите, удача. Романы. Субтитры делал DimaTorzok Это была самая сложная швартовка за все время нашего отпуска. Боковой ветер в 10 узлов закручивал яхту у самого берега, прижимая к соседнему судну то нос, то корму. Подойти к причалу у нас получилось только на четвертый раз. Ну что, очень красивое место. Смотрите, какие здесь развалины. Но самое интересное, это гуляющие индюки. Я никогда такого не видела, что в арене просто гуляли индюки. Надеюсь, сейчас несколько минут. Они подошли к какой-то лодочке и чего-то опять отмечу. Надеюсь, он не кусается. Это будет, как ты, некомфортно. Ну а теперь пойдемте прогуляемся, посмотрим, что здесь поподробнее. Судя по всему, это не какие-то невероятно старые развалины, а какой-то новодел. Пойдемте взглянем на яхты. Вот Витя идет. Витя! 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 Выбросивший мусор. Вода в ночь. Хорошо. Вон там находится офис Марины и магазинчик. Ну ассортимент там так себе. Водичка в основном разного вида. Сладости, ничего серьезного нет. Здесь все купаются. Вон там Витя готовится прыгать в воду. Одевает на нос затычку. Вот так. Здесь растут кактусы. Кстати, сегодня попробовали на вкус кактус. Ну, чувствую. На любителя. На любителя. На меня впечатление не произвели. Во-первых, колючки впиваются в пальцы. Даже там, где их нет. И они такие сволочи маленькие. Неудобные очень. А во-вторых, там одни косточки. Вот это полностью кактус. Он полный косточек. Там мякоти практически нет. Но это либо есть косточками, как делают некоторые. Либо ты практически 90% фрукта выплевывал. В прошлом году, как утверждает Витя, здесь был ресторан. Но он достаточно дорогой был. Поэтому они ходили вдаль, на пляж, чтобы перекусить подешевле. А в этом году все намного хуже. Ресторан здесь вообще закрылся. поэтому нам придется, возможно, идти черти куда, чтобы перекусить. Либо что-то готовить. Вот такая красота. Так бы любовалась. Еще момент. Здесь есть черепахи. Мы одну видели прямо рядом с нашей лодкой. Грелось на солнышке. Когда сюда подходили, швартовались. Так, друзья, не помню, говорила я вам ранее или нет, но ресторан, который здесь находится, в Марине, в этом году закрыт. И нам приходится идти в ресторан, на пляж. Это на противоположной стороне бухты. Честно говоря, дорога у меня вызывает страх. Потому что идти в гору тяжело. Но что делать? Детей-то кормить надо, а магазинчик здесь совсем нет. Здесь очень красивые места. Скажу честно, камера не передает и десятой части. Вот не знаю, почему так. И десятой части всей этой красоты. Ну, посмотрите. Обалденно. Гляньте. Тут идет Витя. Я возглавила пока процессию с Буняшкой. Да, Буняшка? Да. Красотень. Красотень. Вон люди там, видимо, те, которые на машинах приехали и там наверху бросились. Вон там сидят, отдыхают. Мы идем по дороги. Такой вот то в горы, то в горы. Ну, к счастью, она не очень крутая, так что пока идет с собой о нем. А вот это вид на Марину. Где стоит наша яхта. Идет Белла с детей. А где остальные не знаю. А идем мы, друзья, чтобы было понятно. Аж вот на ту сторону. И не знаю, зачем я тебе сказала, что это полчасика. Мне кажется, здесь идти все два часика. Ну что, мы дошли до пляжа. А вон тот, вон тот вдалеке, Витя, вон тот? Нет, вон тот. Я сказала, что где-то здесь прям вот и ресторан. Я пока его не могу идентифицировать где он. Я очень надеюсь, что он работает. Здесь какая-то мелкая галька противная. Наверное, я сейчас развею. Да, друзья, Витя не ошибся. Здесь правда спрятался за лежаками ресторанчик прямо на пляже. Я так понимаю, тут отельчик какой-то. Надо будет спросить. И вроде бы даже карты принимают. Надо будет спросить. Мы можем протянуть ножки и покушать. ужин закончен и обратно мы будем возвращаться по темноте. Здесь еще есть хоть какое-то освещение на пляже возле ресторанчика. А на той дороге, по которой мы шли сюда, вот по тем горам, которых даже не видно, вообще, вообще никаких источников света. У нас есть два фнарика, ну и телефоны, в которых заканчивается батарейка. Так что снимать обратную дорогу не буду. Надеюсь, мы не заблудимся. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok